Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу «Эпоха роста» лекции по неэкономике Олега Григорьева под заголовок книги «Расцвет и упадок мировой экономической системы». Это видео я начну с того, что зачитаю аннотацию книги. Почему одни страны являются богатыми, а другие остаются бедными, несмотря на все усилия? Какими факторами определяется экономический рост? Отвечая на эти вопросы, автор приходит к неожиданному выводу. В основе волны экономического роста последних двух с лишним столетий лежит уникальное стечение обстоятельств в мировой экономической системе 18-го столетия. Однако первоначальный импульс роста уже давно исчерпан. В состоянии ли мы взять под контроль экономическое развитие или нам придется смириться с медленным упадком, грозящим в любой момент обернуться катастрофой? Ответа на этот вопрос сегодня нет. Однако представленное в книге понимание реальных механизмов экономического развития может послужить основой для выработки необходимых решений. Олег Григорьев опирается на оригинальную концепцию о решающей роли разделения труда. Книга будет интересна для специалистов, а также для широкого круга читателей, интересующихся экономикой. Далее я зачитаю содержание книги. Слова благодарности. Лекция первая. О разделении труда. Лекция вторая. Взаимодействие развитых и развивающихся государств. Монокультурное взаимодействие. Лекция три. Взаимодействие развитых и развивающихся государств. Инвестиционное взаимодействие. Лекция четыре. Воспроизводственный контур. Лекция пять. Взаимодействие производственных контуров. Деньги. Лекция шесть. Взаимодействие воспроизводственных контуров, рента. Лекция 7. Технологическое разделение труда, фирма. Лекция 8. Научно-технический прогресс. Лекция 9. Формирование современной экономической системы. Лекция 10. Экономические кризисы, заключение, список литературы. Это одна из тех книг, которые я хотел прочитать еще где-то в середине нулевых или в конце нулевых годов 21 века. Мне не хватало знаний по экономике, однако те книги, которые я находил, они были слишком академичны для того, чтобы из них можно было бы извлечь какое-то зерно смысла. А у Олега Григорьева получилось сделать такой концентрат из информации, что эта информация, будучи правильно воспринятой, положенной на ваш жизненный и профессиональный опыт, превратится в знание о том, как вы можете, допустим, если вы работаете где-то на производстве, можете улучшить его с минимальными затратами. Самые такие большие мысли, крупные мысли, которые остались после прочтения этой книги. Это предметно-технологическое множество. И почему у страны с малым количеством населения, а малое количество населения для Олега Григорьева, это меньше чем 350-500 миллионов человек, невозможно развитие высокотехнологичных производств, прежде всего электронного производства, производства чипов, памяти, телефонов мобильных и так далее. И других электронных компонентов не только для потребления населением, но и для производственных нужд разного рода контроллера и так далее. Это первая мысль, а мы ее потом поподробнее развернем. Вторая мысль это о том, когда если у нас есть две части экономической системы, возможно я чуть позже вспомню, как это обозвать по-другому, одна часть системы производит продукт один, а вторая часть системы производит продукт два, и они специализируются на производствах этих продуктов, то в какой момент им выгодно обмениваться этими продуктами по каким-то заранее определенным коэффициентам? Например, продукт один стоит как два продукта два или как три продукта два и так далее. То есть, начиная, этот обмен начинается с бартера, а потом уже переводится на денежные рельсы. Это вторая мысль, которую я почерпнул из этой книги. Третья мысль это о предметно-технологическом множестве. Почему развитие экономики возможно только если есть широкая номенклатура предметно-технологического множества? И почему даже имея чертежи какого-то инновационного, в кавычках, почему в кавычках инновационного, объясняет это Олег Григорьев, продукта, мы не можем его сделать из-за узости предметно-технологического множества. Вот давайте мы с него, с этого третьего, начнем, а потом посмотрим, к чему вернуться, к первому моменту или ко второму. По тому, как объясняет, тому, как я понял объяснение Олега Григорьева о предметно-технологическом множестве, это совокупность предметов, то есть это, допустим, сырье или полуфабрикаты и механические какие-то устройства, которые обрабатывают этот предмет. Например, фрезы, токарные резцы, куансоны и так далее. И способы обработки, то есть технология, порядок производственных операций для получения полупродукта или готового изделия, или группы готовых изделий, или узла для какого-то изделия. Он, Олег Григорьев, больше приводит примеры из отрасли машиностроения, поэтому и мы по мере возможности будем опираться на эти примеры. Самый яркий пример, который приводит автор по поводу предметно-технологического множества, это производство счетной машины Бэбиджа, которая была спроектирована в начале 19 века Бэбиджем и тогда не могли изготовить, потому что не было технологий, то есть способов производства компонентов этой машины, шестеренок, переключателей и так далее механически. Ее смогли изготовить только лишь в конце 19-го, начало 20-го века, перед Первой мировой войной. И то, это потребовало огромного напряжения и огромных затрат для того, чтобы изготовить все компоненты этой счетной машины Бэбиджа. То есть, несмотря на то, что за 100 лет вот это предметно-технологическое множество, оно развилось, стало более широким, но все равно даже оно не позволило изготовить счетную машину Бэбиджа. Если бы не прорыв в разработке электронных компонентов, которые у нас произошел после Второй мировой войны, то скорее всего, со временем, если бы у нас не была электронная эпоха и расчеты велись бы дальше на механических счетных устройствах, то я думаю, что пришел бы какой-нибудь гениальный конструктор, два-три группы конструкторов, которые смогли бы сделать такой техпроцесс, технологический процесс обработки исходного сырья, придумать такие оснастки для того, чтобы изготавливать на потоке счетные машины Бэбиджа, если бы в том была необходимость. Но история, она пошла по другому пути. Путем пути развития транзисторной техники. Вначале это были ламповые транзисторы и диоды, теперь это кремниевые транзисторы и диоды. И за последние, по сути, 60 и 70 лет происходило только лишь решение вопроса о том, как сделать эти транзисторы более и более миниатюрными и приближая техпроцесс к своему, скажем так, технологическому рубежу. Когда уже производство чипов на 2 нанометра сталкивается с физическими трудностями в их производстве. То есть, невозможно получить освещение, свет внутри машины, которая печатает эти чипы, потому что нужно подсвечивать, я точно технологию не знаю, но там, допустим, неон используется или какие-то другие инертные газы, которые используются для того, чтобы эти чипы производить. И вот уже сталкиваются с физическими ограничениями, что нет дальше у нас таких элементов, которые бы давали возможность производить чипы более мелкие. То есть, уже не 2 нанометра, а пол нанометра, 0,1 нанометр и так далее. И скорее всего, я предполагаю, я не специалист в электронике, скорее всего на этом остановится. Именно поэтому сейчас уже последние, не знаю сколько, 10 лет мы слышим о том, что есть какие-то квантовые компьютеры разрабатываются, потому что технология производства чипов уперлась в свои физические возможности. Точнее сказать, в физическую невозможность их производить. Это первая мысль, пересказанная опять же мной, как я ее понял. Если вы поняли эту мысль по-другому, напишите в комментариях. Мы обогатим друг друга знаниями об понимании этой книги. Далее, о чем поговорить? А, и давайте перейдем на первую тему. Про то, что... А, нет, подождите. Первая тема у нас была про невозможность создания вот этой микроэлектронной промышленности, если у нас население меньше полумиллиарда человек в контуре производственном. Давайте мы ее наконец оставим. Сейчас поговорим о том, что у нас есть два производителя, два производителя, и Олег Григорьев приводит такую, такую задачу. Есть два производителя, один производит зерно, а другой производит вино. Ошибка вот то удалить, а это сейчас я правильно начинаю. При этом формула обмена будет такой, как приводит это Олег Григорьев. Одна единица зерна равна 2 единицы вина. И при этом он строит... Я себе этот график нарисовал. Вот такой график. Есть роза... Роза Ветров сказал, нет. Координаты север-юг-восток-запад и азимут. Азимут. И есть вот такой график функции x1 равно 2x2. Таким образом мы можем... Я этот рисунок нарисую на компьютере и повешу его вот сюда, чтобы вам было удобно следить за моими рассуждениями. Итак, МН-линия. Производители зерна и вина на этой линии не имеют выгоды при обмене их на деньги. Если мы возьмем участок М-кружочек Н, верхнюю часть, то есть это северо-запад, то и при этом мы не включаем отрезок и точки МН, получают выгоды от обмена вина на зерно. Далее. Если мы возьмем нижнюю часть этого прямоугольника, то есть М идем вниз в сторону до черной точки, потом вверх до серой точки и Н, кроме линии МН и точек М и Н, то тогда получают выгоду от обмена зерна на вино. При этом черные точки, наиболее удаленные от прямой М и Н с координатами 2-1 и 1-3, это те точки, когда производители из северо-западного угла будут сосредотачиваться на производстве вина, а юго-восточного угла на производстве зерна, извлекая из этого максимальную выгоду. При этом, если мы попадаем в серую точку, то владелец наиболее продуктивного участка, он не заинтересован в каком-либо обмене. А линия, сама МН, которую мы с вами нарисовали на этом графике, это так называемая денежная пропорция. Даже если у нас есть два производителя, которые установили между собой какие-то коэффициенты обмена, то рано или поздно они придут вот к такому графическому простому изображению своего труда, обмена одного продукта на другое. И здесь Олег Григорьев, насколько нужно быть включенным в тему, для того чтобы написать такой текст, такой пример дать. Он приводит пример, известный нам со школы, нашему по крайней мере поколению. Сейчас я не знаю, читают ли эту книгу школьники или нет. Но если ее не читают, ее нужно обязательно читать. Если ваши дети не читают сами, читайте им на ночь такие книги. Это Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. И Олег Григорьев приводит замечательный пример, анализа этого произведения. Он говорит, посмотрите, Робинзон Крузо потерпел кораблекрушение, выбросило его на берег. У него были такие-то инструменты, там, например, нож, топор, лопата и так далее. Он вот такие инструменты, он знал, что ему нужно выращивать зерно. И еще у него были, выбросило с ним на берег, часть, небольшую часть семян, не помню чего, картофеля или риса или еще чего-то, не помню сейчас. И Олег Григорьев говорит, что для обработки земли Робинзону Крузо нужны инструменты, перечисляет их, такие-такие-такие-то. Он их сделает из тех инструментов, которые выбросило вместе с ним на берег. Когда он это все собрал, провел ревизию, что пришло с ним. Соответственно, он высаживает плантацию. Эту плантацию нужно обрабатывать. А теперь давайте это переведем в цифры. У каждого человека всего 24 часа в сутках. Пусть мы ставим этого Робинзона в невыносимые условия и спит он 5 часов в день. Соответственно, у него остается 19 часов, из которых он большую часть времени заботится о поиске пропитания. Пусть, то есть он сажает эти посевы, допустим, половину времени он тратит на то, чтобы их обрабатывать, поливать, находить удобрения, в том числе свои фекалии, которые он выделяет. Потом он идет, допустим, в эти джунгли, лес, который на этом острове, ищет себе пропитание из того, что растет на этом острове. Соответственно, у него уходит все его время, за исключением времени на сон, который непродолжительный, на то, чтобы прокормиться, на то, чтобы не умереть с голоду. И в какой-то момент, опять же, это заметил Олег Григорьев, повествование останавливается. То есть Робизон Крузо не может дальше продвигаться в своем производстве. Если он начнет шить для себя, допустим, одежду, то он потратит на это какую-то часть времени. Ту часть времени, которую он, готовя себе одежду, изготавливая себе одежду, не может уже потратить на поиски пропитания. Поэтому ему нужно либо в предыдущие дни очень сильно запасаться едой, очень сильно запасаться едой, чтобы иметь небольшой запас по времени в следующие дни, для того, чтобы построить себе жилье более надежное, чем то, которое у него было в начале. Пошить себе одежду для защиты от непогоды и так далее. Изготовить себе орудие для охоты. И, соответственно, в какой-то момент сам автор Даниэль Дефо видит, что он завел своего героя в тупик. В тупик случается шторм, или, как его называет Робинзон Крузо, проведение, которое выбрасывает ему необходимые инструменты. То есть, по сути, автор, заведя повествование в тупик, помогает самому себе и герою справиться с невзгодами. И в какой-то момент появляется пятница. Четыре руки намного лучше, чем две. Они расширяют свое хозяйство, у них все хорошо. И вот, зацепившись за эту мысль, за Робинзона Крузо, Олег Григорьев расширяет, расширяет эту мысль на экономику всего мира. Он говорит, что если в племени 6 человек, то 5 человек могут заниматься добычей, пропитанием, выращиванием урожая, потому что это трудоемкая, нудная работа, которая требует постоянной работы, каждодневной. А одному человеку можно поручить изготавливать орудия труда, одежду, обувь, утварь для, допустим, кружки, ложки, чашки, чайники и так далее. Соответственно, вот такая экономика из 6 человек на необитаемом острове может существовать. Если у нас один человек, я уже выше это объяснил, почему это тяжело сделать или почти невозможно, или два человека, то им будет очень тяжело обеспечивать себя другими какими-то товарами, кроме как продуктами питания. И продолжая свою мысль, Олег Григорьев переходит к тому, что чем более технологичного производства, ну, например, у нас есть машиностроение, и чем точнее нам нужно изготавливать детали, тем большее количество людей в экономическом контуре, то есть население стран, должно быть выше. И он заканчивает вот этот свой пример тем, что в России будет очень тяжело построить микроэлектронную промышленность, потому что у нас нет, в контуре, в нашем экономическом, нет 350 миллионов человек. Почему в СССР была электронная промышленность? Почему в СССР это было тяжело, но возможно? Потому что к окончанию Советского Союза, к его развалу, на территории проживало 250 миллионов человек. И можно было найти потребителей на какую-то простую электронику, найти потребителей, производителей другой продукции, которым эта электроника нужна была для их производства, допустим, для управления технологическими процессами. После развала Советского Союза понятно, что та промышленность, которая требовала высоких показателей населения на территории экономического контура, соответственно откатилась назад. В какой-то момент у нас начало разрушаться и обычное машиностроение. То есть машиностроение, то есть это автомобилестроение, станкостроение и так далее. И Олег Григорьев говорит, что какие у нас сейчас есть контуры? У нас есть Китай, который самодостаточен, потому что у него один, на момент написания книги, полтора миллиарда человек, которые внутри вот этого Китая могут все это абсорбировать и даже поставлять на экспорт. То, что мы сейчас и видим. То, что Китай стала огромной фабрикой мировой. Они производят и электронику, и шерпотреб, то есть это всякие разные там одежда, обувь и так далее. Потому что у них есть еще к их полутора миллиардам еще как минимум миллиард людей, которые покупают их товар. В Соединенных Штатах может быть электронная промышленность своя, потому что Соединенные Штаты включают в свой контур экономический не только себя, а там примерно 350 миллионов человек живет. Плюс Канада еще 70, 420 и плюс Мексика, не знаю сколько в Мексике. То есть там выходит как раз где-то около полумиллиарда человек, на которые промышленность Соединенных Штатов может работать и может соответственно поддерживать на высоком уровне электронную промышленность. Благодаря вот то, о чем пишет Олег Григорьев, разделению труда. И здесь, как только он говорит о разделении труда, приводит известный всем пример, когда один из производителей булавок решил разделить это производство и раздать по каждой операции каждому работнику. А там он разделил их на 19 операций. Но, пишет Олег Григорьев, что мануфактурщик, который разделил таким образом операции преследовал цель не повышения производительности, как оно потом оказалось. Он преследовал совершенно другую цель. Какую? Поскольку таких производителей было много, ему нужно было каким-то образом удержать работников у себя, чтобы они не перебегали от одного производителя к другому. Там где больше платят. Он же вложил в обучение этого работника. Он хочет, чтобы этот работник остался у него. И вот он придумал, кто-то первый, я не знаю кто, разделить операции на вот эти там 19-20 операций по производству булавок. Таким образом, этот мануфактурщик привязал к себе работников, потому что работник выполнял одну операцию, а не несколько операций. И если он уходил к другому хозяину, то соответственно, этому работнику там не было места. Он не мог встроиться в тот техпроцесс, который был у другого производителя. А повышение производительности труда, особенно как нам это преподносят в обычных учебниках по экономике, что вот это разделение труда было сделано для того, чтобы повысить производительность. Нет, повышение производительности это побочный эффект от этого разделения труда. А цель задержать, закрепить работника на этом предприятии, чтобы они не бегали от одного хозяина к другому. Так, и о чем мы еще не поговорили? А, мы про все поговорили. То, что я три вещи я выше рассказал, я их озвучил. Рекомендую категорически эту книгу для прочтения. Даже если вы не экономист, но эта книга, она дает вам какое-то понимание, как работает экономика в современном мире. О чем тревожится Олег Григорьев в этой книге? О том, что вот то разделение труда, которое у нас было, достаточно дробное, достаточно узкое разделение труда, когда каждая страна производила какой-то отдельный, не то что отдельный товар, а отдельную какую-то заклевку для какого-то товара, а потом отправляла это куда-то в другое место, где это все собиралось, это подходит к концу. Он пытается делать этот анализ, он анализирует, почему так. К сожалению, читал достаточно давно, вылетел у меня из головы этот момент. Это был отзыв, обзор, разговор о книге эпоха роста, лекции по неоэкономике Олега Григорьева. Подпишитесь на канал, напишите комментарии, если вы со мной не согласны, поспорьте со мной, приведите ваши доводы, пожалуйста. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч!